МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Репортер 73 представляет информационный выпуск каждый день, вечер и утро. Реальность сама складывает картину дня. В студии Екатерина Тереченкова смотрите сегодня в программе. Десять дней – полет нормальный. Лечение протонной терапии в настоящее время – это новое лечение для Российской Федерации, поэтому в этом году мы проводим лечение в рамках клинических апробаций. Димитровградский протонный центр проходит клиническую апробацию. Сезон начался. Греть нечем. Установлено, что в понищении заменяем на первом этаже дом номер 6, дробь 2 по улице Гончарова, Уэллс-фармация, демонтированы радиаторы отопления. Данные незаконные действия грубо нарушают право жителей на квартирный дом. К АТОП-сезону подключается прокуратура. Школьное питание на пятерку. Будем с вами вместе работать над этим, чтобы получить ваш опыт, чтобы понять через Министерство здравоохранения Российской Федерации, как Российская Федерация планирует дальше развивать систему здравоохранения, систему общественного здравоохранения. Специалисты Всемирной организации здравоохранения оценили школьное меню. Борьба с онкологическими заболеваниями – одна из важных составляющих национального проекта здравоохранения. К 2024 году необходимо организовать не менее 420 центров помощи и переоснастить не менее 160 учреждений в регионах. Только на это направление на спроекта из бюджета выделяется почти триллион рублей. В Ульяновской области вторую неделю работает Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии. О том, какими методами здесь борются с онкологическими заболеваниями, о новейшем оборудовании и специалистах расскажем далее. Огромная территория – 10,5 квадратных километров, 22 корпуса, из них 12 лечебных. Протонный центр – это лишь одно из звеньев в работе ФВЦМР. До конца года он проходит клиническую апробацию. Лечение протонной терапии в настоящее время – это новое лечение для Российской Федерации, поэтому в этом году мы проводим лечение в рамках клинических апробаций. Отбор пациентов в рамках клинических апробаций проходит в соответствии с протоколами, с критериями, которые разработаны и указаны в протоколах введения пациентов. Протоколы эти утверждены Министерством здравоохранения Российской Федерации. После завершения этого этапа лечение в центре станет доступно для жителей любого региона страны. Пока что здесь находится 8 человек из Ульяновской области. Я собирался 30 сентября ехать на полотную операцию в Самару, и мне 19-го числа позвонили, сказали приходить где. Мы пришли, мы с супругой пришли с определенным скепсисом, пришли так, как бы, как испытатели думали. Ну, после разговора с Лизатой Александровной, с Айдеком и Брусовичем, врачами, вот, потихонечку стали уже думать, как бы нас обратно, ну, как бы попасть уже сюда. Протонный центр полностью укомплектован как оборудованием, так и персоналом. В штате более тысячи человек – специалисты из Ульяновска, Омска, Санкт-Петербурга, Казани, Самары. Кроме того, специально для нужд ФВЦМР в Димитровградском филиале МИФИ организован факультет, где готовят медицинских физиков. Пациенты проходят три этапа лечения – предлучевая диагностика, формирование плана и, собственно, лечение. Отличие протонной терапии от других видов лучевой медицины – уменьшение ранних лучевых реакций и поздних лучевых повреждений. Во всём мире допускается погрешность 3%. В протонном центре её сводят к одному-двум. У нас всего четыре лечебные комнаты. Они отличаются по некоторым характеристикам. Но сейчас мы лечим в комнате, которая использует протонную терапию, сканирующий карандашный пучок. Это одна из самых современных методик. То есть протоны, они идут прямо по краю опухоли. Благодаря такой точности становится возможным лечить ранее недоступные опухоли. Сегодня протонный центр нацелен на четыре вида недуга – вторичная опухоль головы, опухоли глаза, печени, предстательной железы. Пока что здесь принимают лишь взрослых пациентов. В дальнейшем лечить будут и детей. Вера Мещерякова, Константин Никитин, репортер 73. К другим темам. Внимание ресурсно-снабжающих организаций, коммунальщиков и жителей на протяжении нескольких дней приковано к стартовавшему отопительному сезону. Жители дождались тепла. Ресурсники и коммунальщики облегченно выдохнули. В отоп-сезон вошли без серьезных проблем. Подробности далее. За окном холодная осень. В квартирах ульяновцев – Ташкент. Отопительный сезон стартовал без сбоев и серьезных задержек. Многоквартирные дома подключены к теплоисточнику более чем на 50%. Ситуация с пуском тепла находится на личном контроле главы города Сергея Панчина, который потребовал от всех ответственных не просто соблюдать все установленные нормативы при подключении объектов к теплу, но и оперативно реагировать на возможные жалобы. Мы сразу разделись. И кошке не надо прятаться в теплые места. Она у нас лежит вот на пианино. Батареи у нас очень горячие. Ну, в общем, замечательно все. Большое спасибо нашей компании управляющей. У нас наступило дома лето. И если в жилых домах, что называется, жильцы могли и потерпеть, то вот в детские сады и школы тепло должно пойти без промедления. 24 сентября объекты соцкультбыта начали получать тепло. А уже на следующий день батареи нагрелись во всех без исключения образовательных организациях. В этом году подача тепла планировалась 25 сентября. Но так как погодные условия немножечко изменились, стало прохладно на улице. И Сергей Иванович распорядился с 23-го дать подачу тепла. Мы, конечно, все быстренько подключились. Были этому очень рады. И мы, и детки, и родители. Сейчас в стенах детского сада тепло. 23 градуса в группах, в спальных комнатах плюс 21. Специалисты отмечают, перебоев с подачей тепла нет. Все подготовительные работы были завершены в срок. И теперь родители могут со спокойной душой отпускать своих детей в учебные заведения. О перебоях в нештатных ситуациях и порывах ульяновцы могут сообщать в единую диспетчерскую службу контакт-центра при главе города. В продолжение темы более 2000 нарушений ульяновцам возвращено 2 миллиона рублей незаконно начисленной платы за ЖКХ. Эти цифры от региональной прокуратуры только за 8 месяцев 2019 года. Коммуналка на протяжении многих лет остается самой острой темой среди населения. В отопительный сезон жалобы возрастут, прогнозируют эксперты, а прокуратура уже подтверждает. На днях надзорный орган выявил многочисленные нарушения. Например, руководство аптеки, размещенное на первом этаже многоквартирного дома, демонтировало радиаторы. Отопительный сезон начался, а батареи так и не вернулись на место. Установлено, что в понищении заменяемый на первом этаже дом номер 6, дробь 2 по улице Гончарова, у Лайлс-фармации демонтированы радиаторы отопления. Данные незаконные действия грубо нарушают право жительного и квартирного дома, поскольку влекут нарушение температурного режима во время отопительного периода. У руководства аптеки 30 дней на устранение нарушения, однако отопительный сезон начался ровно неделю назад. В настоящее время мы этот вопрос закрываем. Радиаторы будут установлены до начала отопительного сезона. Писаем прокуратуру, и жалобы жильцов этого дома будут удовлетворены. Тем временем прокуратура Ульяновской области, цитирую, требует предметного скрупулезного анализа регионального фонда модернизации жилищно-коммунального комплекса. Причина – необходимо избежать факта завышения стоимости услуг за капитальный ремонт в многоквартирных домах. В текущем году почти 600 миллионов рублей получил оператор от собственников на капремонт. Средства, которые в качестве взносов собственники вносят на капитальный ремонт на счет регионального оператора, имеют целевое назначение. Это означает, что на иные цели, кроме финансирования капитального ремонта в домах, они израсходованы быть не могут. Соответственно, содержание фонда как регионального оператора капитального ремонта осуществляется за счет средств областного бюджета. То есть средства собственников в этом случае не используются. Почти 15 тысяч жалоб в контакт-центр, более 2 тысяч в региональную прокуратуру и 900 внеплановых проверок со стороны жилищной инспекции. Цифры только за 9 месяцев текущего года. Это иной раз доказывает коммуналка – одна из острых тем среди населения. Людей волнует все. Зимой – отопительный сезон, уборка снега, весной – протекающие крыши, летом – содержание домов, а претензии на уличное освещение поступают круглый год. Если говорить о структуре обращений, которые рассматриваем мы, то основная их масса делится, скажем так, на две категории. Это первое – обращение, касающееся ненадлежащего содержания общего имущества со стороны управляющих компаний. И второй – значительный пласт – это нарушение порядка расчетов за коммунальные услуги. Как управлять многохвартирным домом, найти общий язык с управляющей компанией, разобраться в жилищном кодексе и расчетках. Также о юридических тонкостях в сфере ЖКХ. Не первый год об этом ульяновцам рассказывают специалисты контакт-центра в школе грамотного потребителя. Марина Тимофеева, Геннадий Буктояров, репортер 73. Ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и в социальной сфере Ульяновской области. Региону нужна настоящая цифровая прокачка. Экономика на цифре сегодня серьезный инструмент, позволяющий повысить производительность труда, создавать новые продукты и выходить на новые рынки. Что в итоге получит население и почему цифровизация лежит в основе вопроса национальной безопасности, наши корреспонденты выясняли у экспертов-участников стратегической сессии «Цифровая прокачка региона Ульяновская область». Для победы в войне нужны три вещи – деньги, деньги и еще раз деньги. Для основы мирного экономического прорыва всего одна цифра. Но нужно ее так много, что цифровизация и цифровые технологии сегодня не сходят с уст экспертов, выступающих на различных площадках по всей России. Сегодня очень важно внедрять их быстро, обеспечить быструю победу, быстрые результаты. Наши граждане должны увидеть эффект внедрения цифровых технологий в образование, здравоохранение. Они должны увидеть эффекты этой повседневной жизни, должны увидеть новое качество транспортного обслуживания с использованием цифровых решений. Простыми словами, интернет теперь не только для поиска клубнички и котиков, а также онлайн-сражений в небесах и на земле, но и для управления оффлайн-реальностью, обычной жизнью, начиная от небольших проектов для небольшого бизнеса, заканчивая глобальными вещами, масштабируемыми на всю страну. Мы можем ставить специальные устройства, они называются УСПДС, на счетчики для электричества, для воды. И в режиме онлайн-времени показания счетчиков автоматически передаются в личный кабинет компании. Ну и, соответственно, для физических пользователей, для жильцов дома, также там создан специально разработанный личный кабинет. Время – деньги. Именно поэтому один из запросов цифровизации – быстрая реализуемость проекта, немедленная отдача и максимальный КПД. Для Ульяновской области все лучшее. Когда мы отбирали компании и проекты, для себя мы главным критерием определяли это достижение быстрых результатов с минимальными вложениями бюджетных средств или даже без вложения в средства бюджета на реализацию всех иных решений. Сквозная цифровизация – оптимизация многоступенчатых процессов на каждом этапе, что позволяет ускорять процедуру, например, 60 суток на проверку, реагирование, устранение неполадки и контроль всего до 15 дней. Основа нашей работы заключается в решении «Линсмарт-сити», которая на текущий момент времени уже в 18 муниципалитетах нашей господинской области внедряется. Заключается оно в работе с анализом процессов, протекающих внутри муниципалитета и повышением производительности труда. По итогам цифровой прокачки отобраны лучшие цифровые решения по четырем направлениям – здравоохранение, транспорт, образование и государственная власть. Все нерешенные вопросы перенаправлены к цифровому бизнесу с запросом на разработку необходимых сервисов и платформ. Евгений Луковкин, Павел Петриков, Константин Никитин, Репортер 73. Специалисты Всемирной организации здравоохранения оценили питание ульяновских школьников и выработали свои рекомендации. С 26 по 27 сентября представительство ВОЗ в Российской Федерации при поддержке Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними провели в Ульяновский семинар по улучшению школьного питания и физической активности в России. Подробнее далее. Улучшение школьного питания и повышение физической активности в стране – вот основная тема конференции Всемирной организации здравоохранения. 85 специалистов со всей страны прибыли в ульяновском месте с нашими экспертами. Они изучат питание в детских садах, школах и университетах и при необходимости внесут свои коррективы. Представители Министерства здравоохранения федерального и регионального, ведущие российские и зарубежные эксперты в области питания и физической активности. Двухдневный семинар стал площадкой для обсуждения программ школьного питания и физической активности, способствующих укреплению здоровья, а также вопросов их внедрения в образовательные учреждения. Мы будем с вами вместе работать над этим, чтобы получить ваш опыт, чтобы понять через Министерство здравоохранения Российской Федерации, как Российская Федерация планирует дальше развивать систему здравоохранения, систему общественного здравоохранения. И этот вклад, даже обмен опытом между Российской Федерацией и всем другим странам будет, так скажем, наша задача. С 2013-го Ульяновск участник проекта Европейского регионального бюро ВОЗ «Здоровые города, районы и поселки». Успехи в области школьного питания и активности у региона есть. В школах действуют центры здорового питания. Это столовые, кабинеты биологии и ОБЖ, а также методические кабинеты. Задача центров не только правильно накормить ребенка, но и привить ему правильное отношение к здоровому питанию. Оценить работу центров и продегустировать блюда ульяновских школьников смогли и представители Всемирной организации. Статистика, которой мы владеем, показывает, что заболеваемость наших детей болезнями желудочно-кишечного тракта, заболеванием эндокринной системы, я имею в виду ожирение, медленно, но неуклонно спадает. Приемы пищи в школах делятся не только по возрастным группам, но и по группам здоровья. Завтраки и обеды для учеников младшего класса, для старшеклассников – витаминный стол и шведский. В планах на ближайшее будущее – персонализированный. «Мы будем готовить пищу в новом учебном году, пока их пилотно, а потом, надеюсь, выйдем и в полном объеме. Мы будем готовить пищу для школьников, каждому свою. И это будет такой своеобразный, так сказать, заказ, потому что мы знаем, что дети у нас берут пример с нас, и у каждого свои вкусовые качества, и поэтому кто-то любит котлеты, но любит котлеты вот такие, а кто-то любит труди какие-то, продукты питания». Участники семинара обменялись лучшими практиками, а специалисты Всемирной организации здравоохранения дали методологию и рекомендации региональному Минздраву. Екатерина Терещенкова, Алексей Слипченко, репортер «73». Ровесник Ульяновска, микрорайон, ранее бывший селом, Мостовая Слобода отмечает свой юбилей – 370 лет. В 1974 или 1976 году, доподлинно это неизвестно, Мостовую присоединили к Ульяновскому. Сейчас Мостовая хоть и край Ленинского района, но активно развивающаяся. Строит коттеджи, детские площадки, школу, городской клуб. История, основанная казаками Мостовой Слободы, начиналась с нескольких домов и церкви. Сейчас она насчитывает 15 улиц и переулков. На одной из них – российской. И развернулся праздник. Мастер-классы, развлекательная программа, выставки рукоделия, картин и книг. Пока дети и взрослые развлекаются, долгожители и пенсионеры вспоминают былые годы Мостовой. Работу я ходил в 43-м году пешком и по колену в грязи. Сейчас совсем по-хорошему жизнь идет нормально. Нормально все. Ничуть, ничего. Как в городе Ульянске у нас здесь такое. Первый раз за 30-70 лет мы празднуем день рождения как раз Мостовой Слободы. Ни села, ни поселения, ни микрорайоны, а именно нашей родины, где мы живем, где мы родились. И очень радует, что сегодня с нами еще празднуют те люди. Не то, чтобы те люди, а люди с того региона. Именно откуда пришли казаки 30-70 лет назад. Казаки-переселенцы. Семья Энвера Худеева, по его словам, хоть и не осваивала эту землю с казаками, но является одной из первых, переехавших сюда из Татарстана. Мостовая разрастается с каждым годом. Приезжают сюда и из соседних регионов, и ульяновцы, уставшие от городского шума, тоже выбирают местные тихие улочки. 13 лет назад Альмира Бурнаева жила на проспекте Гая. Переехав сюда, обратно уезжать не планирует. Много было проблем, в общем-то. Ну, а когда у нас образовался ТОС, ситуация значительно изменилась. И тогда появилась надежда, что у нас что-то будет. И что-то это к хорошему действительно показывает, собственно, время. 370 лет. Поколениями люди жили здесь, благоустраивали свой поселок, создавали условия для жизни себя и своих детей. За это время добрососедские и дружеские отношения переросли в нечто большее. Сегодня жители микрорайона называют себя одной большой семьей. Валерия Чаурова, Алексей Слипченко, репортер 73. 1 октября 2019-го мир отпразднует 29-й день пожилого человека. Цель – обратить внимание всех обитателей планеты на проблемы и трудности, с которыми сталкиваются люди пожилого возраста. Кстати, у праздника даже есть свой логотип – раскрытая ладонь, символ добра и помощи. А каков он секрет долголетия? От чего зависит продолжительность жизни и как эту жизнь продлить? Ответы в нашей традиционной рубрике «Глаз народа». Продолжительность, ну, чтобы это… Питание. Питание хорошее, нормальное было, натуральное питание. Кислорода больше. Да, загазованность. Вот машин много, это дымы, гарри, все вот это вот. Ну и в то же время курить, и пиво надо отказаться от этого, чтобы… Ну, образ надо, здоровый весь образ жизни. Хорошая настроение. А как ее продлить, эту самую жизнь? Двигаться надо, наверное. Питаться более-менее правильно. Ну и генетика, конечно. Патология, да, все вместе, сам уровень жизни вообще населения. Доходы, их личный отдых, так скажем. Ну, все в совокупности, в принципе, всего понемножку, из всего складывается вот так вот, в общем. А как эту самую жизнь продлить, вот на ваш взгляд? Ну, здоровый образ жизни, правильное питание, в принципе. Все как учили в школе, как говорится. И в продолжении темы. 1 октября страна отметит мудрый праздник – День пожилого человека. Важность даты подчеркивается статистикой. Треть населения России – люди пенсионного возраста. Непростую жизненную дистанцию каждый преодолевает по-своему. Герой нашего следующего материала сначала бегом, потом шагом. Но исключительно победным. Слово Татьяне Домодановой. Квартира Николая Андрюшина пока не музей. Однако наградной фонд уже впечатляет. Грамоты и дипломы, кубки и медали. За каждой – история значимой в масштабах страны победы. Впервые Россия поехала на чемпионат Европы. 500 человек было. 500. На Судяновском было, дай бог памяти, человек, наверное, 13 или 15 было. Вот из 15 я только чемпионом Европы стал. Города, страны, всевозможные первенства. Боевые перипетии мастера спорта СССР по лёгкой атлетике закручены в тугой клубок памяти. Над садным штрихом недавний чемпионат 2016-го в Чебоксарах. Вышло двояко. Получил золото и травму. Вот мне там как раз-то прихватило вот это вот. А, спина. Да, и меня там как раз-то. Я дополз, конечно, тошёл. Вот моё оружие. Вот без толку я вот так хожу. Нужда заставила быть в тренде. Лёгкий бег Николай Егорович заменил на уверенный шаг. Сначала использовал лыжные палки, а недавно приобрёл соответствующие нормативам скандинавской ходьбы. В любую погоду, в строю и примером. Всё время он спортивный, вот такой вот бегает, активный, жизнерадостный человек. А ведь пережил войну. Годы Великой Отечественной провёл у станков столичного военного завода. Много лет трудился на промыслах в Средней Азии. Там, кстати, и увлёкся спортом. Сначала побежал просто так, за компанию. Николай Егорович – участник самой первой спартакиады народов СССР. Проводилась она в Москве ещё в 1956 году. И Николай Егорович представлял Туркмению. Выступил более чем достойно, взял серебро. Николай Егорович, вот ваш секрет и тогда, и сейчас, чтобы сосредоточиться и взять призовое место, достойно пробежать дистанцию? Ну, это надо тренироваться, конечно. Мы тренировались, на сборах были. В 1964-м переехал в Ульяновск. Много лет трудовой карьеры отдал УАЗу и радиоламповому заводу. А после смены – бегом. В Минске, в Киеве были, выступали. Это всё команды ездили. Тогда деньги дали, а сейчас никто ничего не даёт. Всё у нас за счёт, все рекорды, за счёт своего энтузиазма. Так получается? Конечно, всё, как говорится, своими ногами. В декабре Николай Егорович отметит свой 90-летний юбилей. И в честь вот этого события Николай Егорович обещает, что наверняка выйдет и пробежит по своей дистанции. Николай Егорович, если проблемы со спиной решатся, обещаете? Побежите? Ну, на всяком случае, вы знаете, что я сейчас всё пройду. Всё, знаете, вот. Татьяна Домоданова, Иван Демидов, репортер 73. И к новостям спорта. Изменения в составе заставили играть ульяновских футболистов по-новому. К очередному матчу против футбольного клуба «Тюмень» жёлто-чёрные подошли с некоторыми потерями в основе. Сразу для нескольких футболистов очередная игра стала дебютной, и первый блин для них не оказался комом. Подробности далее. К матчу против «Тюмени» ульяновцы подошли в приподнятом настроении. После череды поражений в домашней игре был обыгран футбольный клуб «Уфа-2». Да и противостояние с сибиряками можно было смело назвать матчем за шесть очков. Соседи по турнирной таблице «Волга» и «Тюмень» имели в своём активе одинаковое количество баллов. Игру команды начали ровно, но уже в первой серьёзной атаке волжанам улыбнулась удача. И на 13-й минуте счёт своим мячам за жёлто-чёрных открыл Алексей Тринитадский. Так, сама игра, конечно, ожидали большего. И готовились к этому матчу. И очень много говорили о контроле мяча, о том, что этот мяч, конечно, именно владеть инициативой. Но, к сожалению, вот этот первый мяч мы вообще... Когда мы его пропустили, я посмотрел, что уже мы свалились только на 1-2 действия наших игроков. Когда там все таскали этот мяч, хотели его протащить, продавить. Подтащить, продавить, а главное забить у тюменцев не получилось ни в первом тайме, ни во втором. После забитого гола «Волга» изменила рисунок игры, перейдя в агрессивный прессинг, не давая возможности игрокам Тюмени организовать что-то серьёзное у своей штрафной. В итоге «Волга» стала первой командой, которая победила «Сибиряков дома». Плотная игра в центре поля, плотная игра в оборонительной линии при фланговых подачах прострелов. И переход из атаки обороны. На мой взгляд, сегодня это у нас получилось. Хорошо, что мы в самом начале ещё и забили гол, что заставило хозяев поля большими силами двигаться вперёд. У нас появлялись моменты для быстрых атак. Этот матч для «Волги» стал предпоследней выездной игрой 2019 года. Следующие четыре встречи футболисты проведут дома. Ближайшим соперником станет Челнинский «КамАЗ», против которой волжане сыграют 6 октября. Замёрзли и прогноз погоды не радует? Есть способ согреться. Спешите к мастерам меха. На шубной ярмарке от элитных фабрик Пятигорска вас обогреют современные модели из нежного каракуля, уютного мутона, роскошной норки. Каждой даме любой комплекции, облегчённый мех и идеальная посадка обеспечат комфорт. Ежегодное обновление коллекции делает шубную ярмарку интересной для всех, кто следит за стилем, тенденциями моды и требователен к качеству. Ассортимент мехов и фасонов пятигорских шуб известен далеко за пределами России. Спешите за теплом. Натуральный мех доступен по сезонным скидкам. Шубная ярмарка работает до 6 октября. Новый город. Торговый центр «Велес». Второй этаж. С 9 до 19.00. Смотрим в будущее и создаём новое. Наполняем жизнь яркими эмоциями. Помогаем обрести самое важное. Ваш дом на улэтажи.ком 702-122. Можно хранить деньги под матрасом. Можно в банке. А можно хранить деньги в сберегательном союзе. Надёжно. Выгодно. Ставка 12,6% годовых. Звоните. 31 50 65. 20 октября. Дворец губернаторский. Мэтр российского юмора. Евгений Петросян. Большой сольный концерт. И в завершении телефон рекламного отдела 30 4173. Рекламные ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка. Звоните 30 4173. И вы в эфире репортера 73. Делайте новости вместе с нами. Звоните 30 40 73. Читайте и смотрите онлайн. Реальность сама складывает картину дня.